Тему сегодня родили-выбрали, наслали перезагрузка. Поскольку событий много несется, они все разные, и выбрали нечто общее для пространства, для физиологии и для взгляда на себя. Так, чтобы это еще и пригодилось в быту, в повседневности. Все, Дух, можно? Можно. Да, там еще лежат на старой диске. Это раннее выступление, 10-й год. Про физиологию. Когда уже можно было говорить про изменения в теле. Какие, что, зачем, почему. Были желания, подходите. Все цены, вот там, девушки знают. Уже купили. Уже купили, да. Тогда начинаем, можем с помощью. Я посмотрела, что означает слово перезагрузка в интернете. Чтобы уже начать с официальной части. И почитаю, что это процесс, при котором компьютер или другое устройство полностью очищает или восстанавливает содержимое оперативной памяти и возобновляет свою работу. Условно, компьютер равен мозгу. А дальше мне было самое интересное. Что такое перезагрузка? Что такое оперативная память в отношении человека? Сама по себе это место, где во время работы хранятся какие-то выполняемые программы. Хранилище. А дальше выяснилось, что оперативная память может быть очищена или восстановлена. Для меня поначалу это было все равно. Какая разница, очищена, восстановлена, вроде все равно делается что-то чистое. Оказалось, я ошибалась. Очистка оперативной памяти, это оказалось удаление ставшей ненужной информацией. То есть под ноль, зачистка или как стрыжка под Котовского, ничего нет. А восстановление оперативной памяти, это устранение ошибок при работе памяти. Почему я это говорю? Что это все касается нас, человеков. И касается нашей сложности. Многие говорят, ну перезагрузка. А чего, какого уровня, на каком плане, что с этим дальше делать? Решал посмотреть, а что такое память? Что скажет интернет в официальном, в своей трактовке? Для машины это способность запоминать, сохранять, воспроизводить информацию. А для человека еще и накопление опыта. Дальше мне фраза настолько понравилась, что я ее не просто записала. Дай-ка сначала вас спрошу, потому что она очень провокационная. Как вы считаете, что какой из материалов, информации, сведения лучше всего запоминает человек? Ну, вы в данном случае. На каких критериях запоминает? Критерия обслуживания. Образ. Что прошло через сеть? На высоких эмоциональных уровнях, наверное. То, что прошло, оно запоминается. Так, а еще? Образ. Увиденный. Что-то вам? Почему-то понравилось? Понравилось. Ну, или наоборот. Светлая лампочка. Можно ее как иллюзия сделать? Боковым зрением нормально. А когда смотрю, я ее вижу в живом. И вышла. Сейчас. Сейчас вышла. Луч. Разно ослепляет. Отвлекает, мешает. И оказалось, что лучше всего человек запоминает то, что считает нужным для себя. Вы сказали ключевую фразу. Ну, в принципе, считает нужным. Оно получается поверхностное знание. То есть вы почему-то знаете, что вам это надо. А почему надо? Бог узнает. Если уж так. То есть это поверхностное знание от ума. То есть я считаю. То есть я считаю. Да, вроде надо, а может, а нужно ли оно на самом деле. Это относится к внешней информации. Потом посмотрела, а сколько... Да, ладно. Сначала спрошу. Вот память человека. Вроде она в единственном числе. Слово память. Она одна или ее много? Много. Много. И мышечная память есть. А сколько много? А. А много. Ну, ладно, порядок. Сколько восприятий? Давайте почистим. Один, два, десять. Сто. Семь. Заверите, насколько повар. Ну, число, но это не семь. Семь. Да. Миллионы. Не, ну, миллионы-то, если... Нет. Нет. Один, миллион. Тридцать три. Тридцать три попадут. Читаю. Я не поленилась им переписать все. Это да. Правда, я сюда включила интуитивную память, а не отдельная речь. Но если с ней вместе, будет тридцать три. Моторная, вкусовая, болевая, словесно-логическая, иконическая, третичная, эпигенетическая, произвольная, опосредованная, пространственная, зрительная, осязательная, слуховая, эмоциональная, кратковременная, оперативная, клеточная, непроизвольная, неопосредованная, этическая, эйдетическая, обонятельная, образная, мгновенная, долговременная, генетическая, молекулярная, образная, социальная. и вот это все проходит перезагрузку что-то очищается что-то восстанавливается вставлять а это все биохимия молекулярная логика там своя это живешь в такое время когда как хорошо что мы не знаем и мысли вот этими категориями какая памяти что там переписывается это делается то есть вопросы осознания они тоже не все можно знать ему кое-что надо переключить на другую память а вот интуитивную память мы испытывали наверняка я не говорю про интуицию сама по себе это само по себе пока это состояние дожавю идете вместо который вы идете впервые оказывается вы там уже были а сказать это кому-то от друга смеют и вообще лучше не говорить лучше я промолчу мне точно знаю что я тут но хотя не было хотя можно было это вот когда пробивает прослойку с тонкого уровня на наш плотный возникает вот это состояние это уже давно перестал быть эзотерикой это уже гудни классической науки сделаны очень интересные открытия которых я вам потом расскажу как перезагружается физиология а вот интуитивная память как вы думаете что важно для этого для нее для этой памяти для и для проявления этой памяти ну или использования этой памяти ассоциации опыт опыт мышление это хорошее слово еще мысли что важно для интуитивной памяти чувства а не откуда берутся а они откуда берутся от сознания ну сознание тут все конечно ладно не мучая а сознание своих мыслей вот вы сказали мышление когда начинаешь соображать что к чему мысль за хвост отлавливается ты что мне несешь а мысль это мгновенная вспышка сознания реакция на происходящее она может быть через чувства проходить а может быть через мысль и желательно осознание эмоций не просто испугался побежал куда ты бежишь дурак остановись а страшно что тебе страшно отматываешь назад выясняется что там не ситуация страшная а мысль выдала страшный образ одно на другое наложилось когда вы ведете себя осознанно можно вовремя остановиться не бежать там километр от страха а через 10 метров тормознуть фух ну надо же ну бывает практическая путь знаете как сберечь свои силы и как техника безопасности при пользовании самому саму себя или самим собой как это потому что все что мы думаем порождает у нас энергию абсолютно все я не говорю там плохо или хорошо просто подумали импульс пошел и насколько важно держать тишину в голове и тоже вы знаете тоже не повторюсь что подобное притягивает подобное зачем пинять на зеркало он сам подумал немножко некорректно ну то есть всегда можно отыграть назад и мысль переписать иногда это называют психологи сми нет реальность но это очень мудро говорят а просто ой не менее это технический план я пошутила и пошутила вообще-то лучше так так и так сделать а там на внутреннем окраине как вот страничка перелистывается ту закрываешь а здесь пишешь заново осознанность это не просто банальное слово легко говорить но сложнее сделать а вот такие вот да вы начинаете мыслить медленно неспешно потому что чтобы отловить ее нужно услышать но когда вы отловили переписали передумали это не просто формальный акт это вы отловили магниты если вам не нравится мысль вы всегда этот магнит можете передумать перепредставить на что угодно если не можете перепредставить типа ты полежи здесь я тебе подумаю отдельно сейчас и буду делать то-то и то-то выглядит может быть и слегка ну по-детски но в этой детскости собственное здоровье порой заключено и ладно бы эти мысли были совершенно абстрактные мысли они еще мудряются воздействовать как на самого себя но здесь чаще это бывает бессознательно мало кто будет постоянно отслеживать свои хвостики свои мысли это не плохо не хорошо ну хотя бы основные отлавливать в большинстве случаев человек не понимает какую сложную цепочку запускает свои мысли работает не только биохимия физическая плотная физическая тонкая и дальше физики называют это высокими вибрациями хотя тот же самый тонкий план и кстати говоря есть такой биолог Владимир Апонин со своей группой исследовали фантом держит человек руку фотографирует руку потом человек упирает руку фантом остается и держится до трех дней в некоторых случаях он до трех недель в зависимости от того у вас какая сила энергии была у этого фантома опять не добрая хорошая просто сила а теперь смотрите мы все живем в пространстве и сколько там фантомов через сколько фантомов нам приходится проходить порой эти фантомы ну не такие качественные не такие чистые и иногда бывает плохая мысль большинство не задумываются отдаются этой плохой мысли но если задуматься то она вроде прилетает неоткуда ветром надуло ветром надуло это же энергия она также она не висит комом где-то она в конце концов начинает растекаться расползаться как студень как желе вот оно холодное держится а оно уже тепленькое и потекло оно растеклось сколько таких жидких фантомов прилетает пока он растворится кто-то с ним соприкоснулся подумал ну и тоже решил подраться если там врага было поэтому призывая не то чтобы нет не призывая рассказывая о сознании это скорее разговор о технике безопасности что да порой бывает надуло ветром одна эта мысль бывает спасительная типа как надуло только выдует это не стандартные клише это мышление вы всегда можете передумать мысль и дать другой образ словами чувства потом придут а слова то они как-то сразу рождаются а вот воздействие на других людей может быть сознательное и бессознательное и тут чаще всего это бывает негативные эмоции точно и примерно звук фантом не нет все очень хорошо на самом деле это как примеры пространства это 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 я здесь да конечно у меня есть партитура заготовки мыслей которых мне нужно придерживаться но есть вы которые не просто пассивные слушатели а вы активные участники вы думаете вы мыслите и здесь мы рождаем общее что-то совершенно уникальное и есть те мудрые люди вы которые взяли на себя ну как ну мужество вот показать аспекты пространства не важно через телефон что-то падает то есть мы сейчас начинаем быть единым организмом это ни в коем случае не помеха не думайте такие случайные слово хорошее да ничто не случайно но слово классное поэтому буду его употреблять как бы случайно раз вот момент как еще вот сюда посмотри сюда посмотри поэтому вот почему бывают такие фантомы фантомы злые остатки разбитые там часть дело в том что нас с вами никогда не учили этики мышления подумаешь ну мысль же она моя ну а я никто ж не слышит о никто ж не слышит правильно что я там подумаю то правда не слышит заново наглокнешь сначала чтоб слышать ну да ну правильно никто не слышит значит я могу думать что хочу куда хочу как хочу ну и вариантов множества и образов что ли здесь возникает а здесь так мило мило а там в голове проносится ой тихий ужас и в основном потом эти фантомы медные попадаешь в их получается опять прилипыли там иногда как паутину чувствуешь и не имею ввиду паутину тонкое касание бывает касание розни а иногда какой-то фокус какой-то физически даже понимаешь что просто один факт понимания происходящего и этот злый не исчезает дальше начинается волшебство реальное будничное очень очень простое и эта простота она часто отпугивает людей которым нужно что-нибудь крутое сложное умное на ума а это совершенно безумные действия ну не от ума а не от сердца и кто-то говорит ну ты безумна да а еще иногда говорят ну чтобы кого обидеть ну ты дура ну да а ты что знал что это дура ну это что дура ну да это дура это уход в древний славянский язык в башне света светоч ведущий во дне дура да это что не знал кто-то ну правильно умных к умных а нам к вам ладно вы там как из арку посмотрите с 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 а с с с с с вежливости, да, энергии порой разрушительнее, чем от откровенного посылателя, нафиг, тот послал, все, выговорил, ушло, а вежливый порой может такую плюху подкунуть, господи, откуда что берется, и наверняка вы не раз слышали, что пришло время энергий, а не слов, одно дело слышать, типа говорят, говорят, он дает, и ушел, еще не в стыковке, какая-то абстрактная энергия, а эта энергия, она заставляет чувствовать, просто заставляет вот так вот вилку поставить, что не знаешь, откуда что берется, что делать, ау, кто-нибудь, какие там, тогда забываешь все свои умности, что я к умностям отношу, высокопроизводительные, ладно, высокодуховные медитации, практики, умности, когда стоишь в шоковой ситуации, ничего не помнишь, ничего, все по нурям, все отлетает, остается только то, что там внутри, а что внутри, и пространство нас выворачивает наизнанку, кажется, очень неприятный процесс, там близкий человек предает, или какие-то еще разлады, это нормально, это слава Богу, что из человека вышло то, что должно выйти, очищение, как бы ныненько скрывается, вообще это совершенно нейтральные вещи, если уж так, смотрите со стороны, ну, выплеснул, вытянул из себя, слава Богу, я не призываю дальше все это скривяться и так, любить просто понимание, и поэтому, даже нет, неправильно, не поэтому, поскольку вы еще не до конца научились чувствовать вот эти вот мельчайшие перепады, как фантом, чей фантом откуда, туда или сюда, это или так, то необходимо быть осторожными, заниматься вот опять техникой безопасности, для того, чтобы содержать в чистоте все свои тела, для начала физическое, она тоже очень сильно стала подвешена, почему, скажу позже, пространство изменилось, и могу рекомендовать повседневные, банальные, невероятно простые, как чудовищно простые практики, есть такой сайт, возрождение света с Мартой, просто банально, ну, так еще сказать, проще не бывает, не обязательно смотреть все, пролюсните вот так вот, мне вот это подходит, и остановитесь, зафиксируйтесь на ней, приближитесь вот к этой вот, той, что информация, которая легла вам на душу, на сердце, на голову, на ум, на уши, куда угодно, просто висите, как обвязаться, как вот трос спасения, для того, чтобы это все способы выйти на контакт со своей душой, она еще выше, я называется там, многими там всяких разных вещей, именно, он зацепился, ну, как обезьян, залиам, зацепился, висит, висит и ни при каких условиях не отпускает от спасительных рост, в нужный момент вы получаете интуитивно, и через, вносите вот 32 памяти информацию, информацию, нужное знание, а если вы уже висите вот на этом, то вы можете уверены быть на 100%, что в момент икс, нужное знание, вам капнет, вы просто будете знать, что делать, это не интуиция, не наитие, не озарение, просто конкретная информация, это опыт, без опыта, а самая главная практика, это практика особенности, она себе все это включает, и распознавание, фильтрую базар, и все остальные вещи, то есть, хочешь не хочешь, каждого человека пододвигают, вот, на эту практику осознанности, да, время большое, переход еще вон там, не только начался, время у всех хватит, но вам не миновать, это счастливые участи, осознанное равновесие, да, вы бы говорили, значит, пошли, и вот эта постоянная практика осознанности дает результат, что вы начинаете знать, что делаете, что думаете, и главное, почему вы это делаете, и для чего вы это знаете, а нужно ли это вам вообще, а нужно ли это вам на самом деле, совершенно разные вопросы, разные в корневом своем появлении, и поддерживая своей энергетической равновесии, вы становитесь непотопляемым кораблем, я не говорю как, информации много, вы что, доверяйте своей душе, своей тюйке, она выведет, и наверняка у вас уже есть что-то любимое, если ничего не нашли, бывает и так придумайте, как один мальчик, знакомый, детенок, чем вы тут заморачиваетесь, объяви волшебной дверную ручку в туалет, и пока ты окручишь, ты будешь выздоровливаться и выздоровеешь, ну какая разница, это же образ, кто-то посмеялся, кто-то сделал, потом еще раз очень в гостях, этот детенок, помнишь, мы с тобой говорили о ручке, да, говорили, посмотри, что делают, стоят, труд, 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 да уже натёр, иди писай, работают, близкие законы совершенно милости, лёгкие и понятные, нет всяких, ой, ну ладно, ну может быть, ну а вдруг, вон тебя, всё гораздо проще и понятнее. И вот подходим к самому интересному, что вот это равновесие, оно выводит вас на уровень стороннего наблюдателя, самого себя в том числе, сам делаешь, сам участвуешь, сам проходишь события и видишь себя со стороны. Это вам еще предстоит увидеть, это крайне увлекательно, поверьте, более чем. И при этом начинает меняться тело, физиология, биохимия. Если до момента икс, на момент икс отрастянутый вот такой вот период времени, очень большой, где есть старое, есть новое, есть прослойка между ними, есть, ой, что там только нет, это вот то время, где мы сейчас живем. Но в любом случае, правил упал головной мозг со всеми своими сотоварищами, ну так-то много, не актуально сейчас их перечислять. Он рулил и на сердце говорил, фу, ну ты вообще, так, значит, это женская урогика, да? Мужчины не будут соврать, но это женская урогика, ну вообще, это верх обракодавра называется. Чтобы офигевала мужская. А? Женская урогика создана для того, чтобы офигевала мужская. Да, это, там много разных критериев, и оно так, в текущей мере, да. Потому что два разных языка описывания, ладно, описывая представление реальности. Мужчины, женщины, там, откуда-то, ой, даже не сосчитать, это какой-то лопух написал, сданы, лопухи повторяют, это вообще, ну, дверь, вселенная представлена вся. Это, по такому количеству мы просто не поместимся ни на Марс, ни на Венере. Там нужно еще дополнительные подгонять планеты. Начинать постепенно, вот, интуиция, интуитивная память переходит, нет, неправда, не переходит, она проявляется через мозг, а чей мозг? Ну, слышали. Ну, мне, ладно, у нас несколько мозгов, я два имею в виду. Первый – головной, второй, который сейчас активируется. мозг сердца, он небольшой, там около 30 тысяч или 40 тысяч клеток, но они имеют очень большие, как бы, эмираты памяти, если головной мозг у него, условно, очень условно, там, применитчатое распределение нейронов, то в мозге сердца это будут такие вот спрессованные, так их назвать, конструкции, ну, вот, образование. Да, образование. Где он располагается, есть, ну, слышали, по крайней мере, очень макро, крохотная, просто микроскопическая зона, область в глубине сердца, там, где соединяются, нет, не буду говорить все эти вот тервили, потому что в них утонуть можно, в общем, сакральная часть сердца, она описана в, и в эзотерике она описана, врачи знают, что туда нельзя не то, что тыкать пальцем, ну, пальцем скальпелема, желательно вообще обойти эту вещь, если нарушил, тогда человек восстановить нельзя, при всем, при всем здоровом организме жизни не получается, если говорить мистическим языком, а сколько мистика? Нет, я понимаю вот ваше движение, а на словах? Согласны ли вы, что это чертовщина? Нет, ну, слышали там, ну, слышали же, ну, необычная, не типичная, как бы не поддающаяся общепринятым законам. Офигенная, тоже нужно сказать, а к чему я говорю, это вот чудо какое-то, ну, что-то, ну, такое, такое, сообразное, это мистика, а вся вот эта информация, не только это, это вообще официальный сайт стоит, оно знаете, чем занимается? Сейчас тоже буду спрашивать, оно занимается изнанкой мистики. Вопрос вам, что такое изнанка, как бы вы его назвали, если это чертовщина, а это? Вревольность. Процесс. Нет, мы же процессы. Божественные. О, сплошная божьевщина. Сложно, такое переворачивание. А как еще? Изнанка, это же вот то самое, и янь этот большой, поэтому здесь мозги рубятся только так. А это вообще грань, там есть исключительно божьевщины, уютный. Пальчик тут покажу. А есть граница между мистикой и изнанкой мистики. Ну, это вот это. На это тянет. Поэтому то, что вот нормальное, тут даже нормальной чертовщины нет. Понимаете? Это вот, я что-то посмотрел, говорит, нет, мне мои ноги дороже. Ну что, знаете, фразу, что-то наук смотрит. Говорит, ну вас нафиг. Я же не учусь. Вы же сами выбирайте, сами. Это идут научные открытия. Чтобы не быть голословыми, я беру вот волшебную ручку мне тут подаренную. На одну фотографию вам покажу, пойду дальше говорить. Вот эта. Вот. Это фотография центра нашей галактики, обычный путь. Черная дрова сделана вот в фарокрасном спектре. Здесь, если вот, это именно в таком вот расплывчатом изображении она есть. Это не брак. Потому что это, когда фотографируют другую реальность, она именно вот такое вот расплывчатое делает. Многие на фотографиях думают, брак, а это не брак. Бывает брак, а бывает не брак. Так, видите, различать надо. Но многое то, что записывают в брак, имеет фотографии другую реальность и других планов. А здесь видно другое пространство. То ли звезды, то ли, ну, не знаю, как это назвать. А вот то, что вот это вылетает, вылетает, ну, что-то позировало. Это теснанка мистики, пожалуйста. То, что говорили, черную дрова дели, замечательно говорили. Но когда пришлось увидеть открытую черную дрова, решили спрятаться за земными домашними. Типа, Бог знает, что там стоит. Это как раз к вопросу переход, переход, ура, все, ну, переход как там все в космос. А на самом деле. Готов? Да, в общем-то, как бы, лучше бы там сам по себе, а я там сама по себе. И это будет честно. Всему свое время. Всему свое время, да. И вот этот мозг сердца начинает потихонечку рулить, меняя биохимию. Его называют еще космическое сознание. А это другая физиология. Себя обманывать нельзя. Нормально, конечно. До поры до времени это все зреет, зреет, зреет. А потом как? Бабахнет. Куда клочки, куда мелостонько. Понимаешь, что себя обманываешь. Ну, запихнишь, что-то, знаешь, запихиваешь. Но в конце концов, ну, фух. Ну, даже так, что это было. Вот теперь пришли, как меняется физиология в глобальном смысле. Это было начало, прелюдия, мистика. То, что вы слышали. В принципе, я ничего нового не сказала об этом, прелюдии. Просто, может, вам не говорили, что это является техникой безопасности, и что это очень нужно для чего-то. Теперь, для чего это нужно? Теперь, перезагрузка пространства или пробуждение пространства. Вот этот самый объект в центре дыры, золотистом, колечком нарисован, он ведет себя очень странно, в смысле, что он иногда, когда там дверь закрывается, то есть вот этой белой птички не видно, ну, птичка условно, как-то нужно его назвать. Его называют черной дырой, и он излучает, как все правильные черные дыры, астрономический объект, не подкопаешься. Но в определенные моменты эта дверь начинает вести себя неправильно. Тогда появляются вот эти фотографии. Еще тайна этой двери, у ней есть брат-близнец. Еще одна дверь, диаметр. Это начало диаметра, а там где-то конец диаметра. Да, на одной линии. И вот этот, эта парочка, сладкая парочка, она ориентирована в пространстве нетипично, неправильно. Ну, как неправильно. Если есть, например, плоскость балактики, неважно какой, а ось черной дыры вот так стоит, ну, как крест-напрест. Вроде бы, ну и что. Вот эта шпарочка ориентирована так, что их оси, они так стоят. Или вот так вот стоят. То есть она даже не под углом, она еще шевелится. Ну, думайте, это не фиксированный объект. Он шевелится. Куда направлены их оси? Вопрос на засыпку. Да ладно, знаете. Ну, куда им еще направляться, как ни на землю? Еркий палки. Я не смеюсь, действительно, у вот этой нашей ближней двери ось как, ну, так стоит, у дальнего немножко пониже, чтобы уж точно попасть, не промахнуться. Чего они делают? Близнец. Да, а потом, когда вот они молчали, эти две двери не светились, просто вот колечками такими проявлялись, смогли от астрофизики определить, что это стоят два магнитара. У нас черная дыра магнитар, вот близнец этой дыры там где-то тоже магнитар. А если посмотреть со стороны, то это, ну, как, двойной магнитар. Двойные звезды есть, двойной магнитар. И вот это изнанка мистика начинается. Сплошная божьевщина идет. И эти магнитары периодически плются. Ну, как они, мертвятся, излучают там свои спектры. Их спектры похожи на лазер, лазерные лучи. Слава Богу, что они плюются поочередно. Если бы вместе, то точно у нас бы сдумывало просто. Почему? В 2004 год, 22 декабря, было колоссальное землетрясение. Суматра, Су-Ланка, 300 тысяч, цунами. Ну, это минимум 300 тысяч там. Политарная катастрофа, катаклизм. Сейсмическая волна несколько раз отбежала. Первый шарик под дном Индийского океана лопнула тектоническая плита. Двинулась сквозь прощение землей. И мы получили климатические нюансы, которые продолжают быть и дальше. То есть это не оружие американцев, не какие-то там харповские установки. Это астрофизическое явление. Оно начало быть, ну, где-то вот в 2002 года. Землетрясения стали не изнутри и те источники, а извне. И была фактически открыта новая геологическая эпоха. Это плюнул, плюнул, выстрелил близнец. А перед этим этот близнец стал, у него стала увеличиваться яркость. Это как лампочка. Она слабенькая, а потом больше, больше, больше. Это как вот приближающийся поезд. Где-то маленькая вот там фара, а здесь прямо вот. Лаза закрывает. И оказалось, что он увеличил яркость, а в ближайшее время он выстрелил. То есть, как лазер накачал, как насос накачал себе мощность, плюнул, выстрелил. У нас пошло это событие. Суматринское землетрясение. Причем оно очень разрушительное. По шкале Вихтера 11-12 баллов. А это пустыня. Ну, кое-где обнул, горчат. Это как в 80-е годы Пятакское землетрясение. Тоже внешне. Тоже вот эти товарищи поработали. И наряду с... А, еще вот в Суматринском, дай бог памяти, Иверест сдвинулся. Значит, сдвинулась плита. То есть, все, что стоит на плите, тоже. Там, конечно, не километры. Там где-то до метра. Но все равно это очень много. А к чему я это вам рассказываю? Что вот эта наша дверь стала увеличивать яркость в мае 2019 года. До этого она вела себя, ну, среднестатистическо, ну, как это, в рамках этого магнитара. А тут она решила снова вот накачать себя вот там, энергией, и выстрелила. И было землетрясение в Перу. Магнитуда 8. По шкале Риктор 11-12 баллов. Кадрия, Эквадор. И наклон вот этой нашей двери, он как раз совпадал с случаем, что именно туда должен упереться. Он плавает на клоу, но они выбирают. Не потому, что они плохие. Нет. За этот момент перезагружается пространство вообще. Это как импульс, как разряд. Есть же у нас кварцевые голубые лампы, которые обеззараживают пространство в больницах, например. Ну, или если простуду нужно вылечить, греешься этими лампами. Это, в принципе, точно такая же вещь, только расстояние там астрономическое, парсеки. Точно так же обеззараживаются вот те, помните, говорили, фантомы, сгрузки фантомов. Их так много накопилось в нашем пространстве, что их можно убрать только вот этими импульсами. И поэтому баланс на высоких вибрациях, как важно ловить свои мысли. Но все равно очистят. Не зачистят, не путайте. Зачистят, это то же самое. Укатают в ровень. А О чистят. Как память. Не очистится, а восстановится. Восстановление памяти. Еще момент, что было за это время очищения пространства. Вот это вот. Давайте здесь подостану. Вот этот рисунок, это открылось в наших телах, в клетках, стало появляться новая ДНК. Двуспиральная в курсе, а это даже не двуспиральная. Не знаю, как узелковая. Одна ее ветка вытягивается, сворачивается на узелок, образует конструкцию на краткие миги. Для чего? Чтобы помочь смениться биохимией стресса на биохимию творчества. Уходит наш организм на токсинах устроен и производит токсины. Это норма, это просто была норма жизни. Она сейчас работает в рунковском режиме и переписывает программу клетки. Вот клетка должна делиться. В этот момент в нее запихивали старые программы на болезнь, на смерть, на кучу всяких непредностей. Это выключает старый механизм и дает на жизнь, на развитие, на здоровье. И наши тела, пока мы с вами говорим, не наполняют совершенно новым импульсом. Не то, что мы вот здесь собрались, просто мы живем в это время. Это вот импульсы вот этих двух братьев-близнецов в конце концов породили, позволили, очистив пространство, позволили этой конструкции жить. Фактически ДНК начала революционировать. Но здесь еще можно было упомянуть семь звездных событий, семь вспышек сверновых, которые до странности похожи на активизацию семи чахов. Хотите верьте, хотите нет. Но их было семь, и конкретные характеристики соответствовали примерно чахам. Сейчас это работает, вместо вот этих семи работают две двери. Мы получаем суммарные импульсы уже не по чакровой системе, а как по единому энергетическому телу. Как будут называть это акультисты, мне все равно. Я знаю то, что работает в пространстве. Когда сфотографировали спектр, света, излучаемые в момент переписи клеток, получили вот примерно такие оттенки. Каждый кружочек — это вот импульс, это новое ДНК. Фантомы стирают. Поэтому стала возможна перезапись мозга, включение мозга в сердце, потому что здесь в пространстве стало чище, фантомов стало меньше. И в конце концов это исчезнет совсем. Но человеки перестанут перезидеть, горит под себя. Еще момент. Еще момент. Теперь, активность дверей магнитаров продолжается. Сейчас август, и наша дверь опять стала сгораться. То есть она готовится к очередному где-то. Если вы будете смотреть сайты землетрясения, это не обязательно землетрясение, это может быть какое-то планетарное фетострофическое действие. Потому что они выживают, ну как, у нас на планете есть, наверняка есть свои активные точки. Я не имею в виду кристаллическую сеть, я сейчас специально заговорю про эти вещи. Какие-то энергетические нюансы, потому что вот эти вот выстрелы, они идут вне решетки земли. Стандартные, там, классические. Совершенно не списываются. Наверняка следующая цель, это знаете, как вот ножки у стула здесь подбили, там подпилили, там подпилили. Вроде не держишься, а потом еще удар, вытягиваешь все, и все, равновесие потеряно. Вот что-то из этой серии не творят. Теперь, что происходит по физиологии? У нас в общем, ну, в глобальном смысле две ДНК. Это на фоне старой проявляется, ну, известной был спиральный. А еще есть одна митохондриальная ДНК. Они практически не говорили. мы правильно делали, потому что это кладезь всяких разных угодных генов. И более того, это не сбойные гены, это основа для проявления биохимии обязательного клеточного стресса. биохимии мы же именно так. Теперь, понимаете, в нас переписывается биохимия, все, чтобы отковать блоху в момент ее прыжка, или прыжков. это то, что сейчас вытворяет выше меня. Скорбается. 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 Божья ревчина идет. И все было бы хорошо, если бы наша митохондриальная ДНК продержалась бы чуть-чуть подольше. Вот это же напряжение это, ну, это энергия, это резонансы, это, ну, стрессы, в конце концов. Надеюсь, что она немножко подольше продержится, митохондриальная, а там уже еще красная армия подойдет, силы будут другие. День подожжать, да, ножки продержаться. Это митохондриальная ДНК держалась, и говорит, дадите, все нафиг. Руки дадите, белый склад, типа, моя нет, я не могу больше. Стало разваливаться. Что значит стала разваливаться митохондриальная ДНК? Митохондрия, она тихонечко приказывает долго жить. Не вся, слава богу, а частями, но нам этого хватает. Так, митохондрия, сейчас я вам покажу красивую колбаску. 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 Это клетка. Ну, стилистические зоны, конечно, красивый, цветной, понятный. Вот они, колбаски. Вот они, колбаски. как горошинки, гоногые. Это митохондрия. В них производится вещество при распаде, ну, химия, при распаде которого выделяется энергия, и за счет этой энергии производилась вся токсикологическая химия в клетке. клетку выжимали как анекдоту. На измор, на когда она все отдавала, ее выкидывали и заменяли домой. Крома. Назовешься. А с определенного момента, когда стали вот эти вот гулять магнитары импульсами, у нас уже пространство, ну, там, здесь, оно стало более высоко ионизированным. Северные сияния на северном полче стали быть. И на репатере. А это приехали, называется уже. Стала включаться центросома, где называют аккуратненько центриолия. Она светится, это мы истинные, это наша жизнь, которая была раньше. Опять, неплохо, нехорошо, просто настало время сменяться. Здесь ее где-то здесь. Она очень маленькая, ее тут не видно. Поэтому где-то вот если не поленитесь, подойдете, тут и обвела, где-то там. А этих там много. А центросома одна в клетку. Выглядит? Тут вообще изнанка местики идет. Ладно, потом посмотрите. местики идет. То есть идет замета митохондрия на центр сомы. А митохондрия выгорают, есть такой свободный кислород, очень сильный окислитель. Как написали ученые, по непонятным причинам, возникает эти вот окислитель, свободный кислород и банально сжигает физическую ткань митохондрии. Но дело ее не нужно. Пережигает нужные ее части, внутренности, и она приказывает долго жить. Как это на физике ощущается? Никак. Вот сейчас у нас происходят эти процессы. Вы не ощущаете, потому что в момент перегорания центросомы, если я два в одну соединила, выгорание и митохондрия, включая центросомы. Образно уходит одно, приходит другое. Здесь это никак не ощущается. Ну и если уже убраны все болевые моменты, если бы они могли быть, то мы это не чувствуем. Это нам не нужно чувствовать. Это не кустами пройдут, а это фактически готовится новая электропромотка для мозга-сердца. А у нас эти как эти времянки, когда нужно так удлинитель с лампочкой. Здесь включили и понесли на 10 метров. Вот то, что у нас происходит это вот мы окутаны этими удлинителями для того, чтобы сместилось равновесие метафону и центросом. Чтобы мы стали получать свет. А центросом она светится. Вот тот же свет ДНК фотография это самый свет центросом. Реальный свет и цвет. А светят если вы вблизи посмотрите центросом это похоже вообще как зубчатый механизм передачи. смешного там вообще сакральная биохимия идет. Если я туда уйду я уже сюда не вернусь. А мне нужно вернуться и договориться потому что здесь азы техники безопасности. Там но потом ладно? конечно. И вот начали мы говорим что митохондриальная ДНК стала мутировать чаще то есть выкидывает белый флаг что в маяния делайте что хотите я не могу будешь терпеть это безобразие и отваривает на свой тот свет уходит это случилось скажем немножко раньше чем предполагалось потому что тут пошло получше чем предполагалось и нужно было спешно все это делать очищать пространство переписывать кровь и иметь митохондрии амитохондрия и ДНК раньше она что она делала она делала клоны она не размножалась не аминационировали она передавала нужную помощь ну-ка делай все еще я тебе дам не сорвешься куча было приказов а сейчас вот почему стало возникают непонятные болезни вирсающие заболел выздоровел или умер ни слова ни сего здоровый тоже без причин вот этот круг непонятностей он как раз и означает что у нас меняется физиология она меняется вживую не за сто лет меняется а поменьше лет за восемьдесят но нам эти восемьдесят лет прожить надо и не откинуться в нужное время и поэтому чем вы внутри там спокойнее тем легче пройти вот это все оно все равно будет светить его не выключишь это явно не человеческих рук дела вот там дровишками не так подбросим да тебе посознавайтесь а это наша техника безопасности не сколько там оккультные эзотерические дела кто круч кто духовные а именно чтобы поддержать свое здоровье шкурный интерес внутреннее умертворение внутреннее умертворение да по крайней мере отслеживание увидеть ага пронеслась тот фантом который меня хотел сделать ну фиг с тобой у меня другая реальность без фантома вроде бы поигрались сказали другие слова оно волшебным образом раз-раз и перевелось на другую реальность хочешь вы хочешь на работу и это не то что там сядьте медитацию глубоко расслабьтесь иногда времени нет на это не успеваете успеваете замечательно но если не успеваете шоковая ситуация какая-то первое что нужно сказать так спокойно спокойно тихо тихо не важно что там все тело расслабилось и все из себя выпустило вымыли спокойно вот в этой тишине относительно два-три мига вдруг а знаешь нужно это и это сделать ну грубо прыгнуться и отползти я рутрирую очень а на то место падает какая-нибудь глубина заушного здания это экстренно это то что это нельзя притянуть нельзя придумать продумать но если у вас вот эта вот связь со своей душой есть вы всегда убудитесь под удар на вас ни один сосед не накинет своей пакости или соседка вам не нужно работать на аптеку нет я могу со шкурным интересом шкурка вот он шкурка моя у вас своя шкурка а то шкурный интерес держать равновесие при к вам он переходит немножко интерес и один казус я хочу вам еще рассказать пока мы в этой перезагрузке пространства открыли молекулы молодости не замечают они действительно работают там делают свои дела а дальше возник казус божьевщина же идет стопроцентная для ученых важна повторяемость если не повторяется значит сам благ вот тот самый не можешь повторить сто первый раз свободен и ставлю эта группа повторять эксперимент и фиксировать ну вот сейчас не появились эти там ну тогда 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 комиссия сидела получала эти отчеты надо же получается пойдем-ка мы посмотрим наверняка шельмуют ну там отчет большой я больно изложение передаю вам уже пришли разложили включили нет молекул молодости ага жулики вот мы вас и поймали на сто первый раз нет молекул молодости не рождается там химии не происходит всех уволить ну ладно эти уехали комиссионщики посидели в горе выпили кофе-к с ними с этими идиотами давай еще сделаем ну смотри да вот они проявляются никуда и не думали уходить эй вы далеко не уехали вертая зад да отстань ты ну как хочешь комиссия разделилась пополам одна уехала посла всех нафиг это вернулось что у вас так было так мало же молекул а мало ну ты же их видишь ну там ну вот две а было их там двадцать так давай ты еще раз уедешь потом приедешь а мы еще посмотрим чем все это закончилось детектива фактически ничем в одних случаях эти молекулы проявлялись а в других отказывались проявляться мысли мысли энергия если человек отказывался на эксперимент не пришел ушел критик да пожалуйста вот он но это проверка или что там холба ну тело что говорит пессимист или отрицающий да это все фигня без проблем болей и умирай а руки хочешь а не подложишь не то что руки отталкивают а в ответ ну ладно тогда какие претензии что сам болеешь сам экзотические болячки появляются которые еще придумать нужно это не плохо не хорошо это вот тот самый эффект наблюдателя второе открытие что куда смотришь то и проявляешь там с электронами народ не селился неважно как чувства вождают события даю подсказку мельчайшее а чувствование вот такую усилию родит и вы уже отматывая у себя назад глядя со стороны понимаете ага здесь я перепишу а это вообще я шутил это не считается это не потому что я плохой хороший перед кем отчитываться не надо это работает школьный интерес вот это мне болит ни подпись ведь ну пусть не хочет не комфортно да и зачем я буду тратить на лекарства если я себе там мороженое куплю как пример а это же не только я одна со школьным интересом сижу и получается что от мыслей зависит молекулы молодости в конце концов но ради этого можно постараться чтобы в вашей крови жили молекулы молодости они кстати имеют прямое отношение вот кто и вот закрученная ГНК она тоже не у всех закручивается если бы у всех у такого хорошего не идет вообще не идет были эксперименты в идеальную среду размещали но с таким вот ааа не так много я хорошо жила биохимный стресс это шикарно и чего и поэтому перезагрузка у каждого из нас происходит по-разному в соответствии с его со всеми всеми нюансами вот этой памятью из 33 пунктов а каждая память так еще разветвляется изнатка мистики короче но есть общий момент и он пожалуй важнее чем митохомрия ДНК и это сами разберутся у них на это есть время а для нас общий момент это принцип доминанты что такое доминанта это некая плавенствующая идея основной признак или важнейшая составная часть чего-либо что с ней делать с этой доминантой все касается тех же самых любимых мыслей ну никуда от них если уж мир создан мыслей то куда мы от них будем здесь здесь китайская пословица сейчас я ее найду то есть то есть человек все-таки подумал потом сказал да когда сначала потом сказал да потом подумал решил там какой-то момент и себя еще спросил а нужно ли это на самом деле потому что если нужно ли один ответ если нужно ли на самом деле другой ответ а нужно ли мне истинно прийти я как линейный творец предпочитаю ходить по истинным путям не то что истинные там правильные крутые или самые важные нет это чтобы вот мой баланс совпадал с балансом пространства вот в этой не в идеальной идеальной нет вы даже не заморачивайтесь а целесообразный форум вот китайская пословица чтобы быть богатым надо приложить столько же усилий как и на то чтобы быть бедным так как не считая богатства всего лишь плод ваших мыслей здорово это не мне китайцы да поэтому получается что не считая богатства плод мыслей а теперь вместо нищеты и богатства скажите здоровье успех или не успех работа неработа дружба вражда как скажете так и будет а сейчас это бывает сейчас это случается быстрее чем успеваете подумать что из этого есть она уже понеслась и вы на этом на все и вот любой отрезок жизни заполнен событиями любыми самые мельчайшие я не говорю клеточные дела вот здесь внешне все равно посмотрел подумал это событие события вместе вот с текущим бытием я включаюсь со своим сознанием отчувствования и чего-то при этом происходит я так не знаю но что это происходит а это игра или реальность реальность реальная игра здесь нет однозначного конечно это провокационный вопрос разумеется игра и реальность это прерогатива двойственного мира ну привычного или то или другое а здесь и то и другое да еще может быть в миру вот так вот но спасает вопросы вопросы себе задавать вопросы себе я делаю а зачем я когда вы начинаете себя расспрашивать наше тело сейчас устроено так что оно слышит каждую нашу мысль осознаем или не осознаем фигня понятно глупости главное что оно слышит и вот эти вот двери экзитары или как они вот блесняшки эти вот космические они настолько ну максимально очистили наше пространство земное вот планетарное ну чтобы еще мы могли жить еще далеко нечистое там еще нюансов о не думайте это не плохо не хорошо это нюансы мы учимся жить эти совершенно другие критерии идут но когда да и вот это вот можно поговорить с собой истинным да можно не осознавать можно и не быть ну постоянно но спросить то можно оно все где-то там стоит не важно где она располагается просто есть и задавая себе вопросы мой пример была знакомая она врач лечила других успешный доктор и пациенты ну благодарны потому что все это было очень очень хорошо все качественно женщина ученая на работе врач на работе дома она ну бабушка например бабушка маль там и свои проблемы естественно какие-то нюансы своего дома быта и заболела и я затюкала мы с ней встретились ой вот это вот а что делать вот там нога болит там почка болит и т.д. и т.д. не, ну все понятно это вот разговор типа к тебе пациенты приходят ну с подобными делами ну да что ты им говоришь как это там препараты какие-то назначаешь какие-то назначаешь но она стала перечислять там от этого это это тому тому то ну как полегчала она вышла и на ту ситуацию в другую пришла она стала врачом будучи вот ну как бабушка она стала мысленно врачом все-все это писала там кто смотрит на меня и говорит ну извините это слово буду повторять потому что оно звучит надо филить а как еще скажешь когда вот это раз что обойдя свои проблемы она перестала быть врачом а это нужно было врачебная помощь в тот момент выпить эти таблетки сделать такие-то процедуры и ее состояние умножить физическое состояние получается что ну это не единственная женщина там много разных ситуаций было и знакомая моя мне рассказывала аналогичной ситуации что во время проблем человек забывает кем он является в нему и не может с собой справиться ну как на чужую виду руками разведу освобляться а задавая себе вот вопросы акценты а что надо мне делать сейчас порой мысли все-таки успокойся я буду утрировать эти вещи а как не успокоиться приходят знания это не информация это не тщение это не еще какие-то вот умности вы просто знаете интуитивно память это самое 33 которое говорили и не важно откуда она приходит от вас от вас же самих другой просто в кризис не услышите а как успокоиться выпей ну например выпей валерьянки погуляй и усни когда делаешь вот это вот ну как вот врачебное предписание как пример успокоился а теперь что делать а теперь посмотри вот так и вот так это я говорю не эксклюзивные вещи это может быть иногда собирательный пример но к тому что нужно себя спрашивать нужно вести в практику задавать себе вопросы и что является в этой ситуации важным вот доминанта еще пример доминанта сейчас мы перед этим много примеров нужно становиться на то что в какой-то момент времени мы становимся кем-то вы сидите здесь с одной стороны вы слушатели с другой стороны можно быть осудителями с третьей стороны размышлителями это все с четвертой стороны там желание попить водички мысли совершенно другие с пятой стороны это те мысли которые проносятся вот ну еще куда сходить или уйти вообще мол фу какое оно глупость говорит вы понимаете вот в одной голове много-много-много разных мыслей и это фактически можно дать название кто слушатель осудитель вниматель посылатель голодатель кто-то кто-то конкретный но это проносится мгновенно и сложно выделить доминанту а что главным здесь вот в этом в этой в этом ворохе но это как некие ролевые функции если вы тут играли реальность то все равно какая-то роль идет как актер выполняет а вот представьте себе большую деревню ну все дома дорога козы коровы коровы но в каждом доме этих домов очень много живете вы ну под разной вывеской здесь живет жена дочь сестра если вы в миру там продавец или врач или бабушка или внучка там бизнесмен муж двоюродный брат так все вот эти вот роли вспомнить как вот мы кем мы являемся это все вы у каждого своя и там и там конца окраина нету без повтора это очень качественный колхоз а вот теперь мы закрыли дверь дома и вышли заходить перед вами река небо деревья тишина солнце небо и никого и нет никого из тех по отношению к кому вы кем-то являетесь вопрос кто тогда есть кем-то ты вышел кем-то я вышел то есть все роли остались там фантазия когда получается что если там были кто и переписаны все то здесь никто никто многих это очень пугает вышли из игры вышли из ролей и стали никем а кто же я тогда вопрос все равно остается просто другие категории его и косвенная подсказка то мы можем познавать себя тогда когда кем-то являемся если образно у нас нет зеркала мы не видим своего отражения мы не познаваем в каком-то смысле нас нет но когда мы кем-то являемся тогда жизнь жизнь заставляет принять игру ту игру которую мы наиболее ярко можем себя проявить не формально пройдя а получить еще один опыт и вот он думаешь играя реальность задавая вопросы вы определяете доминанту что главным в настоящий момент является для вас для кого-то например прийти сюда послушать там что-то еще вариант повидаться повидаться с тем кого вы прийти посмотреть расписание данного грубо его мероприятий по разным причинам вы сюда можете прийти посмотреть картины и это все разные приход один а какая доминанта для чего вы это сделали для чего вы сюда пришли я не себя имею ввиду нет это просто пример муж вдруг на друг смотрит оказались сейчас конечно хотелось бы быть всегда хорошим но мы бываем разными в разных ситуациях потому что мы постоянно связаны с другими людьми они всегда разные и проявляются разные качества и это не плохо не хорошо пожалуйста забудьте все эти крема я плохой я должна я виновата мы взяли вот так вывеси для этого нужно посмотреть со стороны а знаете детский вопрос а нам не надо а если надо то что именно и тогда ситуация начинает разворачиваться и показывать аспекты и вы начинаете их знать вот здесь критерии тепло или жар груди сердца иногда спонтанно перемещается здесь это точный критерий что вы получаете ответ от своей божественной сущности как бы это сейчас не звучало красиво или странно для кого-то потому что скажем чтобы некий режиссер свыше хочет чтобы мы получили не просто получили а познали себя лучше и увидели себя в разных да в разных аспектах в разных моментах познавая себя это может познать вселенную оно не познаваемо все равно но в любом случае какие-то нюансы уже знаешь и тогда кстати говоря вы начинаете узнавать свои сильные стороны у многих ложная скромность ой да разве я могу нет я это не умею нет это не меня стоп что значит нет для меня а для кого ты проходишь ты исследуешь я создала ситуацию что значит не для меня знаете смелость посмотреть на все аспекты мы никому вы не должны это разговор сам себе это анализ это игра это как вы берете острый ножик можете скальпу взять мысленный и представляете что вы нарезаете батон колбасы можете вот так вот колечками посмотреть каждый да можно так а можно вот так вот такие вот колбасины тончайшие в один микрон там видна вся структура этой колбасы что в нее напихали опять неплохо нехорошо но вы видите вы можете посмотреть замените мешка колбасы себя нет никого пройти ни в коем случае но смотреть свои мысли а почему это так а это вот так или не так это когда вы находите доминанту вы находите точку которую говорил архимед да точка которой переверну мир он нет а это все пусть того чтобы вы познали себя истиной не бабушку внучку продавщицу там огородницу повариху гощицу а пока вы на самом деле можно другой скажет другому нужно согласиться не согласиться когда вы это начинаете видеть отчувствовать глубиной да протряхивая что так и по-другому много становится на своем месте по крайней ложности длинности да ну берем ответственность на себя да я знаю там сильный слабо одни справляются со своими ролями получают опыт а другие пассивно смиряются и жалуются всем ой начальник плохой денег нет заработать нельзя родственники никудышные мир катится к черту на рогах знакомых его жалеют помогают дают денег все чем-то к прагнеподому никаких нет иллюзий а ведь это на самом деле блестящее исполнение роли несчастного человека эксклюзивнейшее это чтобы отработать все нюансы да еще сделать себе болезнь помните как болезнь здоровья или считая богатства чтобы сделать болезнь величайший салант чтобы вот эту биохимию да не важно пусть старую биохимию я тоже поверю шатай это нужно столько приложить сил столько бить в одно место он ждет посты не занимать ну в конце концов благород ты совершенно несчастный человек помните калс там еще осталось варенье как нет звучит чудо друг спас друга пожалуйста инструкция в действиях как болеть или не болеть не надо болеть бывает выгодно по обстоятельствам чтобы уйти из ситуации или чтобы перезагрузка да да перезагрузка я приятно в себе говорит я вижу балде я ничего делаю там это не у меня пройдет там что-то да не проходит оно тоже ожидает ну ладно вернемся я там подожду а вот где сладкий сахар и сюда и это все творчество и пассивность сама по себе является формой активного творчества да вот пассивность активным творчеством чтобы быть пассивным тут даже насколько-то не соображу как это но тем не менее это блестящая роль да мы можем завязаться конечно как любую любовь важно понимать эти роли и смотреть со стороны на себя на любимого и вызывать вопросы на что именно целесообразно обратить внимание какая роль в этот момент является главная роли-то много а делаешь одну а почему что заставляет делать именно вот еще пример некая тоже знакомая руководитель офиса она начальница это доминанта для подчинения они знают ее как начальницу но она еще является женой бабушка женой военного бабушка для вручки для себя пенсионер для сына мать для своего домоуборщина для кухни повариха для тех кого он обучает хорошее лето для друзей можно заметить и денег а так вроде делаешь и не замечаешь а что важно в этом человек будет для собеседника у каждого свой аспект домоуборщина это доминанта доминанта бывает как на единственном строго обозначенном сколько моментов сколько будет вот этих точек соприкосновения к чему это говорю чтобы что клише перестали работать одну и ту же вывеску не оденешь на одного и того же человека нет одеть то можно просто будет несоответствие и несоответствие начинает чувствоваться хотите не хотите мозг сердца женской лоб она начинает включаться у женщин и мужчин начинаешь чувствовать пятками печенками полочками фаза разбитая просто начинаешь знать не друг ты не прав а почему не прав не знаю но я знаю что не прав и когда находим свою доминанту определяющий момент почему я делаю так а не иначе в конкретной ситуации тогда мы можем реализовать себя наиболее эффективно мы сил сми тратим меньше мы не распыляемся а если не распыляемся у нас меньше предпосылок к болячкам опять шкурный интерес знаете если мы позиции к шкурному интересу приведем потому что это все настолько вот взаимосвязано если оно зависит от мыслей волнойной мысли значит значит о них нужно вот так вот с разных сторон чтобы у кого то что то где то сработает хотя бы чуть чуть это уже много это же не посвятительные такие вот любезные вещи а через смех через юмор может чего капнет да застрелять в руле ну конечно нежелательно иногда говорят вот о противоположностях что кто то является противоположным кому то и понимать друг друга на какое то время а дальше срывы сколько таких случаев и опять это не плохо не хорошо это для того чтобы эти противоположности увидели другую точку зрения и научились в этом да держать равновесие позволять другому жить ну как бывает если я знаю что то то надо обязательно это знание одеть на кого то заставить а если сопротивляется нагнуть попрыгать чтобы это глупое существо делало так как ему говорят ну что бывает непонятно тоже знакомая ситуация и опять неплохо нехорошо роли типа чей роль важнее тут даже не скажешь нет нет критериев кто более важен чья роль более важно мы все идем к истинности к своей собственной истинности умение задавать вопросы ну она с практикой приходит конечно то мнение разумеется по крайней мере желание или как попросить пространство чтобы суметь научиться как научиться в скором времени задавать правильные вопросы оно это пространство называется очень быстро и через какое-то время раз два три там одно другое третье событие и в голове начинает соединяться нужные вещи как задавать вопросы на что обращать внимание это себе задают а другому другому нет смысла задавать это я же реагирую а не другой человек на это и тогда находится свой путь многие говорят какое мое предназначение ну это во первых оно не одно и целый пучок по жизни а если еще меняются события меняются жизни ну как решил какую-то корневую ситуацию будущее переписалась и пучок предназначений переписалась готовился на то а это вылет уже совершенно другой снова здорово здорово и еще и новое но самое хорошее в том что когда у вас все-таки получится задавать вопросы они образно говоря как в конце как становятся в автозагрузку автопилот начинает это делать то есть вы некоторое время погудили на одной и той же волне ну не знаю сколько месяц два три год наловчились в этом ну собаку не сели пусть живет ну по крайней мере мы уже вот последние как задавать вопросы на что обращать внимание вот это умение оно опускается вам в сердце и вы перестаете это держать в сознании оно выглядит само ребят это так удобно это настоящий шкурный интерес когда вот стоит потрудиться вот над этой вещью и эта вещь сама становится в загрузку и работает всегда на тонком плане осознанно это вообще что именно благодаря вот этим гуляющим братьям близнецам или собственным близнецам которые вот очищаются все из архитическое пространство это фактически интуитивная память это доступ нас самих самим себе раньше мешали фантомы ну их просто было много и мы как это мухи в желе двигались а теперь этого желе все меньше и меньше они все равно светят ну делают они несколько выстрелов да действительно планета сменит свой облик не думать это не конец есть что мы все куда мы помнем просто у нас еще мозги изменятся при этом а то что нужно оно деформируется все равно это идет время в любом случае но у нас есть доступ к самим себе все чище и чище пришло не воспользоваться такая извините халява открывается но все же вот доверный шкурным интересом ну правда воспользовался отточил оно само следующее делаешь следующее а тот букет стоит совершенно фантастического равновесия как гироскоп или как пробка пробку чтобы засунуть на воду на берег подвесить надо слетела все опять вынула непотопляемость если уж на то пошло вспоминать этого слова библии по мухриста спасись сам вокруг тебя спасутся тысячи ученый народ открыл что с каждым годом светимость человека все выше и выше вот свечение днк там синтросомы плотность там качество увеличивается непонятно почему сказали они тут неважно увеличивается и замечательно вот этот вот доступ увеличивается а это только ну как внешняя часть ну как внешний физический свет есть же еще эти высокие спектры ультрафиолетные примеры и еще там рентгеновские лучи мы их тоже умудряемся излучать даже не спрашивайте как спектры разные но ареал покрытия вот этим вот излучением он очень большой это как история и менялась пророчество не было войны не было катаклизмов не было землетрясений почему ученики жили что делали ученики держали равновесие раньше это были избранные а сейчас вся планета избрана ну интерес ну и сам здоровь конечно а также желательно ну и желательно придется искать не только в другом но и в себе в себе и в другом выбер пара когда научился в себе держать то другого видишь другими глазами с изнанки понимаешь откуда растут ноги нет понятно откуда они растут а тут же она куда-то и остальных ну почему именно так почему сделал так и не так почему ругается не потому что плохое настроение там фантома словил а может не говорит что и он другими словами говорить не может выговорить и спрашивая себя не знаешь что у него или у нее а одно понимание уже убирает ну да всякие вот возможные зацепки и опять я вам говорю известные слова знаете нет никаких истин вот в откровении никакой медведи наверное ДНК это уже умный народ но опять таки вот это вот синтез то есть нам осознанно включиться в это новое пространство приходится все равно в любом случае просто у каждого свой срок включения и естественно постигает та судьба которую сотворяется мы опять подсказка чувства делают события рождают события ухватил пораньше ой нет шутка шутка лучше я таймалут возьму а где таймалут там уже мысль а где мысль там как ну пусть даже локальная перезагрузка осознанное отношение та же самая послышь что посеешь но сейчас вы уже знаете как инструмент вопрос искать доминанту причину побудившую вас делать так или иначе а все для чего все для чего чтобы в конце жизни не сказать себе что я ничто никому не нужен парадокс парадокс да и мы становитесь мастерами равновесия и ваше богатство это осознанное знание потому что при осознании становишься самим собой истинным и самим собой а истинным можно самим собой истинным это разные вещи они работают на чувствование слов словами можно забить вот поэтому я ушла от всех умных слов от комментариев что это такое это все применимо доминанту вы можете спрашивать искать у себя любого всего болезни успешности в отношении с детьми на работе с вашими любимыми занятиями или нелюбимыми занятиями допрос уважаемые себя в стенке так давай а когда сам себя ну не больно что это придет тот и сделает это применимо сам себя полегче это не то что помогает что вопрос как вы думаете что такое так как бы это вопрос мне задать так вопрос о знаниях бывает человек чего-то научился и стремится это знание отдать другому вот какими знаниями делится этот человек на своем общее общее знание не будет не будет это вот то с чего мы начинали то что считает нужным для себя лучше всего запоминает то что считает нужным говорили про ум мозг головы вот это вот все же знания это иллюзия знаний что он делает да многим это вот нахватали с разной духовности и как там головой они пошли в духовную научить все сказано без осуждений без всяких вещей но это это здесь духовности нет и чаще всего лучше тому чем самому научиться да это понятно лучше лучше дождаться пока эти знания прозрастут внутри но не сидеть конечно ждать и через доминанту да есть такая что богу приходишь одиночество оно по-настоящему за минуту один из путей ведь вот не там ну здесь ну куда от этого нам не деться на все частицы единого поля единого сознания иначе бы близнецы не работали доминанты не работали близнеца не работали вот на той вот еще картиночки вот этой вот этой яркая такая красивая картинка это разум клеток тут даже если приглядеться не поленитесь здесь видны ну как шарики сферы между двумя конкретно это там ну два нейроны работают ну и все все из клеток состоит из маячайших нейроны в том числе и вот они обмениваются светом это мы все мыслим светом это свет сфотографировали фактически это диалог клеток это и красиво световая это истинность знаете вот эта истинность она работает в наших клетках и сейчас почему можно задавать себе доминанты вот эти вопросы потому что это идет да правильно мы вот туда идем глубину или глубина подымается сюда мы внутри теории истины все настало время просто это осознание с духовностью никак не связано но может и связано только не в том виде как это сейчас происходит а это просто структура клеток и структура тех частей из которых состоит центра сумма совершенно уникальнейшей конструкции пустота в пустоте это еще доказательство что мы состоим из пустоты из дикого божественного сука энергии и наверное и делаем на игру реальность одновременно все вакуум вакуум и вот еще один вопрос что такое любить безусловно любить безусловно 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 повседневно смысл я не знаю как я буду служить братства специально не зашли и ушла от них без причин вот принимаешь такое как есть позволять ошибаться наступать на свои грабли не нарезать своих знаний это очень-то легко это очень сложно это потрясающе сложно особенно когда понимаешь что сейчас наступит и получится ну как на грабле вырос нельзя мешать наступать нельзя мешать падать можно дать каску да если спросить если спросить можно да так повести разговор чтобы не вынести на какой-то вопрос но так чтобы не было противодействия со стороны другого мы все разноправные может быть кому-то эта каска помешает может ему нужно сотрясение мозга попасть на больничную койку полежать в реанимации сгонять на тот свет вернуться пересмотреть всю свою жизнь а если помешаю я лишу этого потому что он пришел за этим опытом чтобы он вернулся и вернулся суметь не вернулся и суметь вернулся можно и не вернулся вот там вот идет анализ посмертный а здесь только уходы в этих случаях уже переходит в разряд будничных проявлений можно спросить тебе помочь тебе нужна помощь можно там зависимостью от если нет значит нет владель спрашивает ну как же вот там дети например то 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 а что да жесткий то это жестко иногда бывает весьма как в конце концов всегда можно центрироваться на своем равновесии на своем не его заставлять не заставишь никогда только отношения спортишь ну порой окончательно а порой и другие жизни идут ненависти на себя не то что моя причина породила это не всегда так бывает бывает но не обязательно там 50 на 50 опять домината а почему я дергаюсь почему это волнует ну это мой ребенок а на самом деле на самом деле страдает моя бордыня я привыкла всем командовать а этот уходит по контролю а я говорю раз сидите два тихо а не сидит значит я тебя значит не ребенок здесь доминант а другое это надо или вот например нужда привыкли что нужда это что-то про деньги а нужда от глагола нуждаться хоть не хватает по жизни тоже из серии там знакомых нужны деньги нужны деньги нет денег ладно на что тебе деньги нужны ну вот там платье хочу себе купить а куда ты в нем пойдешь ну так вылечусь тогда пойду ну не знаю в кино ага вылечусь это что болеешь ну да вот там что-то да болею так значит деньги нужны не на платье а на лечение ну да я же так и сказала сказала другую обновку обновка это и лечение это вот и когда еще проговорили о лечении чего да там ноги болели ага значит тебе нужно там хирурга найти или операцию или какие-то еще другие действия по восстановлению там не могу рассказать ног да да как как это внутренность вообще вывернуть туда вопрос задает тебе себе ситуация получается что и деньги нужно на совершенно другой аспект как только эта девушка признала себе что связка другая и обновка а еще никак не получалось купить это платье потому что там анекдотические ситуации были ну на пустом месте распускаются не стыкуются они никак а как признала что да действительно вот она вылечила свои ноги тогда приходит платье в конце концов она вышла замуж там все супер но вот моменты доминанта платье лечения любви знаете вот когда вы себя начинаете допрашивать вот это настоящая доминанта почему я так делаю там первый ответ а на самом деле да совершенно и вот тут может принять вот тот второй позволите мне быть потому что это вы истинная та истинная в результате которой вот ваша истина светится они не там на картинке они они это свет просто есть это это дыхание таксиона жизнь понимать другого да это искусство но это надо делать иногда спрашивают а как будет проходить на практике и мой переход какие отличные события пришлось их объединить в кучку вам это интересно будет анализ четыре пункта анализа многочисленных встреч начинают быть резкие и порой неожиданные повороты по судьбе когда рухнет привычное личное мироустройство окружение начинает стремительно меняться желательно отнестись мудро и спокойно нежелательно надо отнестись к этому мудро и спокойно отнестись крах личный крах но еще какие-то вещи зона комфорта у каждого своя судьба отнестись в какой-то момент по необъяснимым причинам это все как говорят детки накрывается нежным тазом и окончательно уже без поправок реанимации не подлежит люди образно ну на две категории делятся они образно волосы на себе стянают плачут люди ладно разберемся посидим отдохну придем в себя придут мысли как делать дальше и постепенно обновляют те кто стянают они могут стянать всю жизнь они понимаете иногда тоже анекдотично не назовет ситуации вот будущее приходит будущее событие нужно переехать например ой откуда я возьму деньги у меня нет денег там да ты шаг сделай просто позволь в голове быть этому при переезду не можешь там взять деньги покупать билеты сделать действие а позволить быть позволить еще не означает что здесь проявиться туда многих страшно даже позволить то есть комфорт не только вот здесь вот а вот там комфорт погрушится вот там есть восстановлюсь там нужно смелость будьте смелы и все это идет спонтанно мне помещает там вы готовы сейчас тут мы таз принесли сейчас мы вас накрывать будем нет вы понимаете ай слава понесся в этом позору следующий происходит ну спонтанно в кавычках выявление ваших индивидуальных талантов и способностей еще не раскрытых на сегодняшний день вы сами подозреваете кто там вы а это происходит соединение вас вот с тем самым следом жизни вы становитесь истинными да вы стали на них истинными потом вы можете снова войти сюда повседневность но в миг истинности вы знаете что и как делать то есть это ваш доминант отрабатывает а это конечно вы не просто узнали что-то и оно само по себе где то нет это новое событие это новая судьба идет вытряхнули вы внутренне позволили ну ладно бывает ну что ж там дальше принеслось ой ой принеслось бывает сейчас я приду в себя раз два три мы спокойны я принимаю будущее оно будет спокойное хорошее я знаю ну а сидишь вот так потому что там пролетает просвистывает пропусит или горе а иногда бывает или горе то учитесь типа ау пространство может мне отползти нет лежи тихо прикинься шланг да нет что-то мне это не бывает бывает это еще два пункта так вот третий и пространство природа вы дух душа бог ставит вас такую вилку где вы вынуждены учиться создавать свою реальность силы свои мысли и подумал плохо но вернулся ой не 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 я думаю хорошо все все я так перестала думать да вот пусть все будет хорошо через какое-то время оно налаживается то есть получается видеть подумал проявилось это совершенно не фантазия это порой бывает в течение часа все меняется а вы даже это еще меньше в каком виде в смысле это залипает на себя мысли материальные да 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 а вы знаете что что можно вот поклонить чувства рождают события проще иногда типа моя нет просто грубо подвернул так реальность меня как-то пространство меня выведет все будет окей без последствий вот там для денег для болезни а я пережду мне нужно манять и не тянут из ракушки все тук 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 вылезай затихло вот вот свет хорошо а кто там а там да вылезай все нормально видишь карета подана вот и если человек наловчился настропалился вообще он довел до зона умение сделать негативные события это сложно все время делать негативные события это это талант значит точно так же можно делать и диаметрами противоположные надоедает иногда ухи достали уже как мужчины надоели козлы да бараны поедать хочется сказ про катарик вот четвертый конечно как бы своя вилка достаточно показания видишь все понял уже достаточно а кого то нужно прижать попрыгать еще так а ну да вот так сразу и сказали а ты что там вилка вилка а тут ну как заглотку взял ну и все стало как был свой подход свой опыт опять таки это не плохо не хорошо да и реальность реальность ты сам сотворяешь да можешь играть думать что-то делать пока мы живем здесь желательно и в шкурку сохранить и это тоже ну уже не просто неосознанный инстинкт а смысл осознанного что знаете столько сил взбухали в это тело и выходить из тела просто так жара душит тело гостюм очень хороший подумав там подождем там да глупище это тут такие приколы идут в пространстве а мне меня не выйдет ну еще мы платье оденем что там я не что мне тоже игра и реальность и пункт последний что вот все наговоренное и ненаговоренное и проинтуиченное чтобы это все сделать легко и ящно там помощь вера в себя в свои силы для этого сейчас идут вот те самые маленькие события которые в результате которых вы начинаете видеть самих себя неплохо и нехорошо кто-то увидит себя таким вот злым ну замечательно да увидел же если увидел это уже тем злым не станешь то есть не то что увидел то есть уже мыслить по-другому будешь просто потому что увидел это и это как вот энергия с глаз вышла вошла в это событие ну вот команду группы людей как эффект наблюдателя знаете моей молодости раз и показали другую а если задумался уже пристаешь быть злым да не сразу нюансы разумеется все это много там целая цепочка но сдвиг там происходит уже а когда вы сталкиваетесь с самим собой истиной вы начинаете видеть что вы можете на самом деле какие делать события я не говорю плохие хорошие просто делать это как узнать свою силу нужно почувствовать что это не теория вот я вот там два часа теоретизирую а вы сидите слушайте уже известную информацию что что это самая живая практика техника безопасности другую назвать а пуль точно это не страшилка что обойтись конца света глупости какие генерал в доме идет ну что это там никто не стоял потому что стоявший вдруг раз и ушел это реальный случай отчего ты оттуда ушел ну понимаешь ну вот на ушко скажу ну скажи писты захотел пошел к телеве по писты а в мое случая ведро упало в этот момент если бы он стоял этот парень она вернулась на него оно было не пустое там это ну типа звездки вот стяжел да да колоссальный дом там спять его он бил ее просто захотел к деревцу пошел а деревца там метрах сколько там встал замечательно только пристроился он же зайдем пописать а такое крохота не было боже мой это же его накрыло еще стоянка сложилась и туда же упало и стояли мы все вместе над этой кучей ой нам всем надо пописать пустое ну а почему я тут думала вот та сам девочка доминация почему ушел ну-ка давай себя расспрашиваем ну как почему не комфортно не комфортно не комфортно не хочу писать или не комфортно там быть на стремянке не комфортно быть на стремянке а почему стоишь неудобно или там повернулся надо уйти почему уйти без ответа ну надо уйти сильнее чем оставаться потому что человек доверил своей внутренней чувстве вот той самой доминанте он вот провел доминанту интуитивно а потом уже стал на вопросы раскладывать да она его просто сохранила ну по крайней мере коллегами стала вот а правда перед этим это был отъявлен марксист ленинец атеист так же он говорил я поверю только тогда когда встанет вопрос моей жизни и смерти то есть он дал четкую установку пространству я считаю что это все чертовсина вот это мистика ну что он признан мистики вот ну вы все там понятно кто ну как дура это кривое окончилась ну ага кажется ты еще доминанты владеешь вроде бы пессимист отрицающий а лучше нас всех просчитала ситуацию чтобы доверить себе и высказать что ты отрицающий не не зацикливаться на общей принято мне большинство ошибаются еще еще как ошибаются так напоследок 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 у меня не нисходя с места хоть она называется точка на стене и здесь нанесу идем волшебную точку точку точка на стене точка на бумаге итак идем поставить иначе говорить буду неправильно вот главное что она сейчас не на мне это точка находится на листе лист принадлежит вот этой подставке подставка на полу пол на это помещение помещение принадлежит карту парк муниципалитет город Краснодарский край и Краснодарский край России и в конце концов планету и далее туда ну там галактика нет галактика и в конце концов той силе ну скажем некой силе которая все это создала у нас с вами это первый аспект второй аспект это же точка внутри ну видишь что-то я ее на себе нарисовала она принадлежит ну мне вот тем мне я принадлежу семье семья роду ну человеческому да человечество планете ну чувствуете как важно планета даже системе система галактики галактика вселенной вселенной там метавселенной и в конце концов упираемся в ту некую силу которая сотворила все ну и нас с вами и получается неважно точка может быть вне там или она во вне мы все равно приходим туда откуда все выглядят так к той самой высшей силе ну там богу он и снаружи он и внутри он и в нас самих ну и та картинка конечно свет ну есть я бы закончила потому что было очень много всего нового в смысле оно старое но оно многое в аспектах вы наверное так еще не смотрели ни на себя ни на свои вопросы ни на всякие другие нюансы у нас еще есть вот 30 если у вас есть вопросы я постараюсь не хотеть вот допустим если ты сможешь ну просраться допустим какой-то ну что-то хочешь да и ответ не получаешь допустим ты его не видишь или неправильно задаешь вот то есть не видишь этот ответ или потому что ты его неправильно задал скорее неправильно задал перезадать спросить ну того же себя а как лучше то есть почему говорят что на мире не лежит на бумаге пишешь как оттачиваешь вопрос когда чтобы написать нужно сформулировать мысль конкретно для чего ну и написать это слово а пока пишешь понимаешь что нет вообще-то нужно по-другому написать и порой это занимает там день, два, три пока вот выписал конкретными словами и тогда оно ушло и проявляется когда наловчитесь это можно уже не писать не писать ну да некорректные наверное и неконкретные вопросы ну вы тоже на расстоянии знаете как бы вы это перезадали если бы еще раз сделали бы того и вы представляете себя могучим волшебником и сама себе ну слушай подруга это вообще-то надо вот так переписать это вот так это вот как вот рассказ на что нужны деньги купить платье а не платье а нужно выстрелить на здоровье вот вот эти вот аспекты что платье не покупают до тех пор пока человек не выздоровел а потом платье потом слабимая судьба тогда если ты не можешь вот тут тоже понимаешь что тебе не платье сейчас нужно а ты хочешь выздоровить ну вот по какой-то причине выздороветь не можешь то тогда что задать конкретный вопрос большую цель разбить на маленькие уточнить а что именно у меня болит и болит ли вообще может это мои личные переживания которые вот так откладываются ощущения это вот вы написали на бумажке бумажку ну давайте под подушку сейчас неважно умно не умно и на ночь вы забыли вы просто спите утром вы просыпаетесь у вас этот вопрос в листах в голове вы не касаетесь мыслю и понимаете что или вы некорректно задали или можно его дополнить и не подождать время знание приходит вы как почтовый ящик отдали подушка это например можно под подушку можно под подушку нормально ну бумажка под подушку а вот эта вот информация слова улетел в свой черный ящик почтовый ящик вы спите почтовый сами работают вы просыпаетесь и у вас есть знания то есть вам рассмотрели вашу просьбу ответ кинули почтовый ящик все знания и вы знаете нюансы это называется диалог но все равно божественное как-то надо выходить в любом случае а это получается как способ один из способов то есть вам нужно какое-то решение получить и вы разными способами да действительно правильно разными способами вы находите множество дорог решения своей ситуации что не только вот вижу это она есть а может быть вас пространство толкает сюда вы еще познакомитесь с другими людьми те вам помогут решить еще кучу сопутствующих вещей а потом выведут вас не только сюда а туда что вам нужно на самом деле вам кажется это уход в сторону и вы отказываетесь применять отказываетесь значит все нависает что хозяин за решение не дал на развитие ситуации а вы просто позволите быть вот тому нетипичному сюжету в котором находитесь просто вы там имеют право быть вариантов много и когда вы позволяете быть у вас снимается энергетическая закуда как блокада там где-то двери открываются нужные и вы видите вы же нет вы не видите у вас по жизни случаются события какие-то может быть случайные может быть навязанные но по истечении каких-то событий вы понимаете что не пройдя вот это крюка и вы получили того что вам надо и даже вы просили кусочек вы получили больше но это больше для будущего это много ступень а ваш кусочек там даже и не нет бывают такие вещи а задумано тренировывайтесь общению как задавать вопросы где доминанту находиться и в конце концов вы ходите на то что вам на самом деле надо да да как еще мы работаем на ситуацию разные факторы да да конечно совершенно то что вам надо вообще не обязательно у другого есть только такое а как научиться сохранить тишину когда все остальные вокруг пытаются вернуть замечательно это самый классический вариант иначе вот ну мы бы этим занимались если бы у вас что-то ну значит даже бывает я бывает от смешного до поймала ну тогда как ну спасибо и просто так сказать через одну 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 ну ничего страшного оно все проходит когда ты уже перестаешь может просто проходит когда перестаешь этого бояться ты тоже перестаешь бояться а потом задаешь ты говоришь что тебе на самом деле нужно отпускаешь ситуацию а потом твоя задача услышать что тебе хотят тебе говорят вот так вот так и ты успеть должен сделать все и оно решается вот правильно и для чего нужна тишина для чего нужна тишина для чего нужна тишина я сегодня это я сегодня в жизни оно не знаю один из вариантов у каждого сто получилось ну да вот так вот фактически набирая опыт вы знаете лучше чем я сейчас буду отбирать слова но это у меня ощущение что вы тут точно донесли что вы донесли что вы донесли будет уже анализ угроза и примените да ну да ну да ну да потому что всё там в топы есть 20 20 30 30 30 30 30 40 вместо каждый раз в живую здесь нельзя подготовиться мы В течение месяца где-то назад у меня была ситуация, когда я точно знала, что я умерла. Это может быть такое сейчас? Вам рассказать, да? Сейчас расскажу. Да, потому что была ситуация. Я вам сейчас просто расскажу, какая была. Мы поехали. 22 июня было уже до 6 месяцев. 22 июня, день бедного солнцестояния, мы поехали в Вознесенку, и там бегали полля. Ну, дождь, как бы, ну, обычно все бегают, все классно, все здорово. Я побежала, бежал мужчина. Я побежала прямо, а он бежал вот сюда вправо. И он меня дергает, и я уже практически пробежала. И я падаю. Я падаю внутрь, вот эти раскаленные, температура 600 градусов. И я понимаю, что я умираю. Вы понимаете, я умираю в себя, я встаю, я не сгорела. Я не сгорела, но я умерла. И умерла какая-то часть внутри, была пустота. И это было, понимаете, я не могла бы это никому сказать, потому что меня бы не поняли. Я же не поняли, потому что я сходю, и я понимаю, что что-то вот так внутри изменило. Это было настолько необычно. Это не то слово «необычно», это у меня еще было. Вот это было. Поэтому мне очень интересно спросить, вот как это сейчас. Я вам скажу, что я сама проходила эти вещи неоднократно. И совершенно недавно, вот в 26 сентября, мне довелось так же вот умереть и воскреснуть три раза. В течение там нескольких минут. Я точно знаю, что я умерла. Я точно знаю, что я в сознание вышла, ушла. Вернулась, ну умерла там, вернулась сюда. Это все вот миги между жизнью. Уморение. Уморение. Пролично это три жизни. Ну это можно было там для других вещей не делать. Но тело прежде испытало выходной. Это в таком случае, если ваше сознание позволяет, мышление укидает как бы прыгнуть через луну. Действительно. Сгорают все тела. Горелось. Сгорают. Здесь микро не отражается. Даже… Ну только вот, если чуть-чуть. Ну, это не считается. Это первое, что это считается, да. Это технические моменты. Но они мне не лишают жизни. То есть жизнь здесь продолжается. Это вот вы действительно… Все ваши энергетические тела, которые были на тот момент, они перестали существовать. Поэтому, что я умерла. Тело осталось, но меня нет. Вот чистое сознание где-то, а вот этой прослойки, всех тонких тел нету. За место них приходит другая субстанция. Ну, то есть это было бы обновление. Тихо, перезвонили. Нет, нет, нет. Я не слышала. Я говорю, это сложно. Это другая субстанция. Это не отмирение, ничего. Это именно вы другая, то есть образно, вы прожили еще одну жизнь какую-то. или перепрыгнули через свою еще одну земную жизнь. Не эту. Здесь вы доживаете, умираете, потом воплощаетесь где-то, там умираете. Славно, что говорят. Вот этот тот кусок, где вы живете в другом мире каком-то, неважно, для вас он не представляет ценности. Но вам нужна энергетика после вот этой жизни. И вы вот это все угорает. Вы реально умираете. Тело реально испытывает смертный пот. Реально на самом деле. А вы начинаете жить через жизнь. И у вас энергетические тела не семь, которые здесь вот пишутся, слышатся. Это, понимаете, не новая субстанция. Это другая субстанция. Это другое мир. Потому что вы жили в высших мирах. Ну, их же много. Не обязательно здесь. Здесь тоже через какой-то мир больше мир. Но вы сегодняшнее, то есть ваш уровень сознания, был готов для того, чтобы взять тот. А тот был чуть-чуть выше. То есть дэта небольшая. То дэта можно разрешать спокойно взять сюда. Вы адаптируетесь. Доходите вот до этого энергетического уровня. То жизни нет. То есть дальше воплощение без этого. И она не представляет никаких там... Вы чего-то искусили, но ее можно переписать, убрать просто перед. И вы живете здесь, сейчас вы продолжаете жить в этом теле, уже с термоэнергетическими телами. Субстанции, я не знаю. Тела есть, субстанции я, которые живут вот здесь. Ничего. Нет, 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 нет. Это именно другие ощущения совершенно. И ты начинаешь смотреть совершенно по другому ненамеру. Вот то, что вы рассказываете, оно включается автоматически. У меня была ситуация просто не решаемая. В обычной жизни можно было просто сидеть, орать и... В этот момент наступает ощущение, что ты смотришь на себя со стороны. Но самое интересное, еще как бы анализируешь, как ты выглядишь. А потом ты говоришь, что тебе нужно, и все, тебя отпускаешь. И решается, даже в самых розовых мечтах не можешь себе представить, потому что это уже вот разложилось и даже так сидело. Я могу поправить, что где-то вы вошли в свое истинное состояние. Ну, все было страшно. Честно, сначала. Сначала, да, это первый вид никогда. Вот тоже по аналогии выход. А я в Москве была там по своим делам. И в метро, что у меня все было. Ну, хорошо. Так, хорошо. Что делать надо, да, понятно. Вот через миг раз понимаю, да, ушла. Ушла, хорошо, значит ушла. Значит, настало мое время выхода. И мне все равно, что с телом буду. Главное, что оно не обуза, а не моим родным, не близким. Никому я не обязана по ригене или, извините, утилизации тела. Потому что это время без слова прошло. И мне также все равно, какую причину напишут. Трон, инфарк там. Я уже ушла, меня оно уже не интересует. Потом возврат. А еще вот, там были свои привязки. Что мне нужно было три раза это сделать. То есть, как вот, три. Ушли, я в четвертый. В четвертый сейчас у меня проходит. Ну три. Собраны сюда. Поэтому я вот хорошо понимаю, что совершенно иной мир. Совершенно иное ощущение. Совершенно другое мышление. Я другое. А естественно. Если вот в голове раньше. Ну да, мозг сердца работает на сто процентов в таком случае. Если раньше вы могли фиксироваться на мысли. И эта мысль была у вас в течение долгого времени. То теперь, вот, зафиксируясь. Решили вопрос. Мысль у меня. Убралось внимание. Убралось мысль. И я не помню в принципе. Не помню. Узнаю на нужный момент. И решение уже готово. То есть, вот, помыслил. Как вот. Пописала карандашом. Подложила карандаш. А что я? Ну я вообще не думаю, что ли. Только занимаешься тем, что повинтересно. Да. Потом, когда наступает какое-то новое. Ты опять говоришь, что оно тебе нужно. Отпускаешь. Но мы сама решаем. Ну ты не отпускаешь. Ты даже как вот не думаешь. Совершенно. Вот, говоря, что нужно писать намерения, эти вещи. Я понимаю, что вам это нужно. Вот эти азы. Потому что потом они, так или иначе, ходят в вас на загрузку вашу. Автоматные. Да. А вот здесь, вот в этом состоянии, этого нет. Вообще никак. Это не означает плохо, хорошо. Вы слышите. Это скорее относится. Да. Ну это бывает. Сейчас. Чтобы взять это состояние, можно иметь очень высшую равновесие. Ну, то есть снаружи. Потому что оно. О пользе равновесия. То есть. Угу. Я совершенно не подозревала, что вот, стоящий у вас вот еще такого прыгавшего. Еще в реальном времени. То есть там, разница в прыжках. Ну, в прыжках. 22 июня. 22 июня. 22 июня. Ничто. Ничто. Ничто, в принципе. И фактически, вот, пример для вас, зачем нужно иметь базовое равновесие. Такие вещи, они наступают спонтанно. Зачем вот нужно иметь осознанность. Да. При том же переходе, вот, ударился в панику. Ай, умор. Ай, что? Ай, там, тренд. В рынке и всякие другие вопросы. Это 99 процентов человека сделают. Даже глупости. Это, может, 99 уснули. Они даже и фиксировать не будут свой переход. Вот. Ему еще там нужно объяснять. Эти драканы. Друг трудно. В другом теле находишься. Я тебе сказала, вот, там, процент или два. Ой, да? Умер? Ну, ладно. Пошли. Почему? Ну, это примерно так и ощущается, да? Умер. 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 Причем точно. Знаешь, это сгорело. Да. Абсолютно точно. Знаешь. Объяснить сложно. Объяснить это сложно. Но я просто оживила. Я хотела, потому что мне сказать, нет. Я хотела совершенно обожриться. Понимаете? Потому что своим близким ты этого не скажешь. Не моему, а ты внутри точно это знаешь. И когда я говорю, изменилось, вот, как бы, все то, что происходило, ну, в общем, абсолютно интересно. То есть теперь мы с вами осуществляем мир. Это действительно интересное условие. Единственное, знаете, вот, скажем так, такое ощущение, почему-то как-то неловко, потому что все дергаются, и нет. Вот это состояние, знаете, как-то это неловкости. Не неловкости. Такое, думаешь, как это так. А вот, знаете, другое. Другое развитие ситуации. Ну, образно. Я не знаю, как она развивается. Я просто говорю то, что не видно. Правильно. Да. Вот это, вот это или нет. Вот оно все вот так вот. Приходят люди какие-то. Я даже не знаю этих людей. Приходят люди, которые делают вот так, 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 вот так. Все. Я же говорю, мне завтра надо было ехать в Краснодар, даже такси дали. Я не просила. Он само пришло. Ситуация вот так складывается. И это мне что-либо... Даже сложно. Я просто сейчас вот на самой слежу как-то, что со мной происходит, да. Ну, вот пытаясь как-то для себя какие-то объяснялки найти. Просто вы сегодня это рассказывали. Одно поздравилось. Это цепочка. Я решила вас спросить. Понимаете. Потому что это у меня начинал только такой вот. А в моей жизни сейчас как-то? Ну, знаете, вот внутренняя равновесия. Это вот ощущение... Ну, вот сейчас я объясню. Это вот абсолютно ровный баланс. Какой-то такой вот свет, рода пустота, в которой ты находишься. Ты вот как подвешенный шарик. Шарик, вот вокруг тебя какой-то пуля, а ты вот внутри находишься. То есть ты там балываешь, как-то вот действуешь. Вот. Возникает ситуация. В другой ситуации я бы начала дергаться. Понимаете? Дергаться я бы не дергала в жизни. Вот. Вот. Здесь ты не дергаешься. Ты вот со стороны вот так на это все смотришь. Смотришь. И ты понимаешь, потому что ты дергаешься, дергаешься, ничего не произойдет. Будет только хуже. Что тебе нужно в этот момент? Что тебе нужно? Ты задаешь этот вопрос. Где-то и сидишь какое-то время. Да, действительно. А потом говоришь, я хочу вот это, вот это и вот это. Мне нужно вот так. Лучше вот это. Вот сейчас ты выбираешь, и он из того, что тебе нужно. Выбираешь. Все. Ты выбрал. А потом тебе нужно просто. Хочешь – ходишь. Хочешь – смотришь. В этот момент лучше заняться любимым делом. И начинается сейчас совершенно другая жизнь. В новом месте. Ну, в общем, вот это настолько необычно, вот необычно, потому что то, что казалось раньше нерешаемым, оно вдруг решилось. Когда наступает вот точка, когда тебе нужно что-то другое, другое занимает, и ты его просто озвучиваешь и рулишь дальше. И все. И это не ты делаешь. Это не ты делаешь. Ну как? Ты делаешь ты, но не ты. Это делается как бы за тебя. То есть все, что тебе требуется принять решение. Пальчиком. Да, пальчиком. Это, знаете, я просто вспомнила, когда вот это произошло, я вспомнила вашу лекцию по полицейному порядку. И я просто попросила. Причем в моей жизни вот этих ситуаций было очень много. Но сейчас это по-другому, а вот до этого момента. Вы не поверите. Я директором центра была психологическая. Ему поменяли наименование. В центре убрали слово «образовательный». А я еще, она тоже всех отпуск отпустила. Звонит юрист. Это Вадик. Вадик. Он говорит, не образовательный, а у нас теперь 28 дней отпуск. Как будет 28 дней? Всех отзывать. У нас отпускают. Ну, юристные ребята, какие-то там есть. Приму так. Своим словом. И сделайте так, чтобы было 56 дней. Ну, я классно попросила. Сижу. В голове грудится. Позвони Сидельникову. Вот эти вот как мне. Позвони Сидельникову. Позвони Сидельникову. Позвони Сидельникову. От предыдущей позвонила всех 28 дектора. Позвони Сидельникову. Говорит, Таня. У тебя сколько? 56. Я говорю, ну как? А если есть какие-то законы и машины не наши, то отказать невозможно. У тебя есть? Дай. Я приношу юристу. Тут зависит. Зависит. В сентябре проверка. Приезжает проверка. У нас пожарская. Кто знает, где мимо не пройдешь? Жесть конкретная. Не могут доказать, что у нас 56. Я ушла с работы до конца месяца с отпуском. 56 дней. Как это происходило? Я не знаю. Понимаете? У меня было 56 дней отпуска. Мне заплатили 56 дней. У нынешнего директора 27. 56. Ну, слушай. 56. До сих пор еще работает. Вот. Передала Центром вместе с этим. Да. А потому что Сидельникова. 56. Вот. То есть, понимаете, вот как это работает? Это работает. Может, это более высокая ступень будет? Нет. Нет. Наш опыта больше, да? Если перескать. Нет. Потом они сокращили вот к тому количеству жизней, о которых вообще нужно было. Человек прошла столько. Это что? Я не знаю. Понимаете? Это не могу сказать. Это ничего. Нет. Нет. Знаете, как бы это? Сейчас я вам хочу сказать. Наверное, ситуация более крутая начинается. То есть, там более крупно. Разгружается. Разгружается. Вот проверяют нас. Многие коррозоны на другую ответственность. Да. Потому что, понимаете, масштабность. Масштабность. Да. Вот если так вот сказать кратенько. Другой. Реально масштаб. Другой. Реально это интересно, потому что мы сейчас в зону не поздно находим. Вообще-то вот что-то еще никогда не делало. Вот нужно здесь. Вот, я знаете, наверное, расскажу, какое творчество нужно. Творчество? Вот если у тебя творчество есть? Я, наверное, живу тогда, когда что-то начинает творится. Скорее, у меня пургантина это скучно. Это неинтересно. И я начинаю вот что-то такое придумывать. Какое-то настелить что-то. И вот когда вот это творчество, и ты вот поменяешь вот туда. Если вот в тебе это творчество-то есть, тогда, наверное, это вот лучше. Как один механизм. наше задача сейчас научиться вот этим новым каким-то приемом механизмом для того чтобы жить и, наверное, каждый из нас, мы, наверное, даем вот эти готовые какие-то наработки, чтобы наработки по-моему, эти тропочки, по которым можно подняться тропочки, вы просто рассказываете, вы понимаете, состояние не ранее было и ранее, с кем-то из нас это, возможно, произойдет в будущем, понимаете, я думаю, что у нас ученицы это будут проводить все, пускай рано или поздно, а если это в наркозе происходит, если ты выходишь из наркоза, например, и знаешь, что происходит, понимаете, я никогда в жизни не думала посреди кастрологии, понимаете, это очень горячие люди, очень горячие, но причем, я же говорю, ты выходишь и ты реально понимаешь, вот реальные ощущения и не знали, его не так, вы не сможете даже не знаете, когда это произойдет я вообще не знаю, что происходит комфортно понимаете, ты ощущаешь себя в другом то же самое трудно сказать, но это по-другому ты знаешь, что ты другой какой ты еще я не знаю, но я же ее просто рассказываю я обязательно скажу это же мы постигаем постигаем и созидаем другое 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 то что сейчас ты воспринимаешь даже смотришь может почему ты не умрять почему почему так сначала сначала когда ситуация происходит страшно сначала сначала она выравнивает выравнивает то нет по кавычку по кавычку понятно Я не волшебный, я не волшебный. 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 Я не волшебный. Спасибо. 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 Спасибо.